В просторном зале спортивного комплекса все готово к приему пациентов. Ровно 100 коек. На каждый матрас, одеяло и подушка. Все это пока в резерве и предназначено для легкой категории больных, которых медики уже готовят к выписке. То есть тех самых пациентов, которым осталось дождаться последних отрицательных тестов. Уникальный центр. Почему? Вот у нас уже второй опыт в республике Коми. Почему именно спортивные центры? То есть это сегодня современные комплексы, которые имеют три основных условия. Первое – это изолированная вентиляция. То, что необходимо делать, которое мы в процессе нашей работы дорабатывали, об этом скажу чуть попозже. Это наличие большого количества, так назовем их, санпропускников. Там, где можно переодеваться, где можно мыться, где можно складывать грязную одежду, одевать чистую. То есть спортивные комплексы таким набором и обладают. И это большая кубатура воздуха, что нам позволяет все это спланировать. Подобный опыт власти Коми уже опробовали в столице республики. Поэтому в Иркуте к развертыванию полевого госпиталя подошли со знанием дела. Соблюдены все меры безопасности. Вытяжная вентиляция и ультрафиолетовые облучатели позволяют качественно обеззараживать воздух в зале. На нижнее пространство работают дезары. Сам комплекс разделили на две зоны – красную и зеленую. Первая – для больных, вторая – для здоровых. Все неиспользуемые входы, выходы и помещения заблокировали. Важно, что практически ничего здесь конструктивно не меняли. Обошлись лишь двумя легкими изолирующими перегородками. Сделали разметку и обезопасили все впитывающие поверхности. Здесь уникальный такой паркет, канадский клён. Мы его закрыли. Мы его закрыли линолеумом, который, в принципе, должен по окончанию утилизироваться. Все впитывающие, вероятно впитывающие панели деревянные, мы все очень плотно уткнули целлофаном. Здесь практически СИП-панели, которые в металлическом и пластиковом исполнении, которые легко моются. Здесь практически нечему заражаться. Все элементы, которые у нас есть, вы даже увидите стулья, мы все обернули целлофаном, мы все закрепили. Это потом просто все обрабатывается, снимается и утилизируется. А это значит, что после того, как госпиталь свернут, пользоваться дальше зданием будет безопасно. Пока же здесь еще только ждут первых пациентов. Помогать им в борьбе с коронавирусом будут специалисты в Иркутинской инфекционной больнице. Да и сам комплекс «Артика» был перепрофилирован на время, чтобы максимально разгрузить лечебное учреждение. Если говорить по инфекционной больнице, чуть-чуть стабилизировалось. Тот поток, который все-таки поступал в больницу еще 2-3 недели назад, чуть-чуть приостановился. Это отмечают врачи, но расслабляться еще рано. В среднем у нас за последние дня 3 выздоравливают. В среднем 24-26%. Можно говорить о 25%. Это неплохой показатель, потому что еще 2 недели назад выздоравливать было 13-14%. Впрочем, хорошие показатели – не повод расслабляться раньше времени. В Иркута только подошла к плато. И сегодня всему городу нужно приложить немалые усилия, чтобы остановить коварный вирус. С этой болезнью можно бороться только коллективным методом. А это значит соблюдать все режимы, которые предписаны санитарными врачами. Носить маски, перчатки, соблюдать самоизоляцию и социальную дистанцию. И требовать того же от остальных. Любовь Лапина, Ирина Шумихина, Кирилл Нифонтов, телеканал Юрген, Воркута.